Пора опять затронуть мать всей лжи, потому что то, что сейчас происходит, ну там глава НАТО, объявляющий, что даже ядерная война лучше российской победы, можно было бы обнулить на корню, если бы люди наконец поняли, что они не потомки обезьян на вращающемся камне, облепленном водой. Как только до них дойдет, что их вводят за нос на таком базовом уровне, конечно, произойдет коллапс существующей системы, и ни Путину, ни НАТО, ни еще кому они уже не будут снимать. По-моему, никакая другая тема не выведет сатанистов на чистую воду так жестко, как плоская земля. Хотя и без этого очевидно, что намеренно предотвращают процветание, ведь для того, чтобы накормить всех голодающих мира, нужно было бы 30 миллиардов евро в год, в то время как военные расходы 2240 миллиардов долларов, то есть в 66 раз больше. Но в этом видео приведу 5 примеров из физики, которые доказывают, что земля не шар, хотя не мне доказывать, что они лгут, ведь бремя доказательств лежит на том, кто делает положительное утверждение. Теоретики Гюйда, слушайте сейчас внимательно, начинается урок, законы газов, закон Бойля, закон Шарля и закон Авогадра. Они описывают, как газы ведут себя в различных условиях температуры, объема и давления. Они подразумевают, что без барьера газ в области высокого давления будет расширяться, чтобы заполнить доступный объем, включая вакуум, пока давление не выровняется. По вашей теории, без барьера между атмосферой Земли и космосом, согласно законам физики, атмосфера Земли должна заполнить вакуум. Отклонение от этого антинаучно. Давайте сосредоточимся на экспериментально подтвержденных законах и не будем отвлекаться на выдумки. Следующий закон физики – гидростатика, раздел гидравлики, изучающий закон о равновесии от жидкостей, ну например закон Архимеда, и взаимодействие с ограничивающими поверхностями. Этот закон утверждает, что любая жидкость в покое стремится к равномерному распределению по горизонтали, по действиям давления. Покажите мне закон или эксперимент, где вода огибает вращающийся и летящий вакууме шар. Его нет, но зато есть теории. Теория гравитации, теория эволюции, теория большого взрыва. Последний раз, когда я проверяла, теория не была синонимом факта. Следующий закон физики описывает изменение магнитных свойств материалов при изменении температуры. Точка Кюри – это температура, при которой ферромагнитный материал переходит из ферромагнитного состояния с магнитной восприимчивостью в парамагнитное состояние, где магнитная восприимчивость близка к нулю. Ядро Земли состоит главным образом из железа. Температура внутреннего ядра может достигать около 5000 градусов. Но чтобы оно было магнитным, нужно не верить в точки Кюри. Но я человек научный, поэтому не принимаю теорию о магнитном ядре Земли. На работе я составляю предложение по продаже модернизации газовых турбин, температура внутри которых может достигать выше 1000 градусов. И для такого экстрима мы задействуем материалы из специальных сплавов. Короче, когда мне кто-то говорит о 5000 градусах, то мне нужно видеть это собственными глазами для того, чтобы поверить. Давайте теперь поговорим о физике атмосферы. Она изучает электрическое поле и проводимость в воздухе. Земля заряжена отрицательным электричеством по отношению к воздуху. Заряд на уровне глаз на 200 вольт выше, чем у ног и повышается по мере отдаления от Земли. Хотя плотность электрического тока в воздухе составляет всего несколько микроампер на квадратный метр, на земной поверхности их очень много. Общий электрический ток, достигающий земной поверхности в любое время, почти постоянен и составляет 1800 ампер. Этот ток, конечно, положительный, он несет плюсовые заряды на Землю. Итак, мы имеем источник питания напряжением 400 тысяч вольт с током 1800 ампер, мощностью 700 мегаватт. Чтобы проверить эту теорию, некоторые физики провели эксперимент на воздушных шарах по измерению ионизации воздуха и обнаружили, что все наоборот. Ионизация на единицу объема увеличивается с высотой. Это был самый загадочный результат. Самое драматичное открытие за всю историю атмосферного электричества. Фактически, это было настолько драматично, что потребовалось перейти к совершенно новой теме – космическим лучам. Объясню понятным языком. Если натереть воздушный шарик, у него на поверхности появится напряжение, которое будет ослабевать по мере удаления от него. То есть заряд должен уменьшаться по мере удаления от поверхности шара. Но они обнаружили обратное. Поэтому, как всегда, начали выдумывать теории, натягивающие вранье на правду. Ответ, конечно, на поверхности. Мы не на сфере, а в тореидальном поле на плоской земле. Поэтому градиент электрического напряжения увеличивается по мере удаления от земли. Поэтому градиент электрического напряжения линейный, а не радиальный, как это должно было бы быть на сфере. Это просто физическая реальность. На нее можно начать накладывать различные математические припарки, чтобы построить под свою теорию. Можно дать ей название «гравитация». Но по факту речь идет о статической электрической силе, о притяжении между двумя электрически заряженными объектами. Мы можем своими глазами наблюдать и экспериментировать с электричеством. Можем своими глазами наблюдать и экспериментировать над плотностью предметов. Но предпочитаем верить в гравитацию. Гравитации не существует. Существует электромагнитное притяжение. Единственный реальный факт о теории гравитации заключается в том, что она все еще остается гипотезой. Ньютон придумал гравитацию в 1666. Позже они поняли, что все расчеты приводят к одной гигантской сингулярности, где вся Вселенная сжимается в небытие. Чтобы противостоять, этому пришлось придумать темную энергию. Это своего рода антигравитация. Но теперь расчеты показали, что все будет удаляться друг от друга, пока темная энергия не разорвет саму ткань космического пространства. Чтобы сбалансировать и то, и другое, пришлось создать темную материю, чтобы удерживать вместе гравитоны и темную энергию. Люди не хотят простых, повторяемых, проверяемых объяснений реальности. Они любят шары, так же, как любят свое правительство, которое врет им всю жизнь обо всем, держа их в рабстве, крадя не только их деньги, но и лучшие годы их жизни. Это безумие. И подсказка. Каждый плоскоземелец полностью осведомлен об экспериментах Аратосфена, Кавендиша, Маятники Фуку и Эффекте Кориолиса. Все мы эти доказательства никого не убедили и не убедят. Так что, если это ваш аргумент, проходите мимо. В то же время, далеко не каждый шаровер осведомлен о принципах своей модели. Взять тему магнитного склонения. В практике было замечено, что магнитная стрелка не всегда устанавливается точно по направлению полярной звезды. В первое время это объясняли ошибками самого прибора, но со временем стало ясно, что дело не в компасе, а само магнитное поле не всегда ориентировано строго на север. Оно направлено под некоторым углом географическому меридиану, то есть, как стали говорить позднее, может иметь склонение. То есть, поскольку реальная карта плоской Земли натянута на шар, с северной области пришлось растянуть, а южной сжать. Так что любой, кто там поедет по компасу, заблудится. Чтобы этого не происходило, пришлось придумать магнитное склонение. Для того, чтобы скорректировать с геоида на реальность. На экваторе отклонение будет нулевым и минимальным. Это потому что карта плоской Земли, если ее растянуть на шар, там совпадет со сферой. Но чем дальше к полюсам, тем жестче отклонение. Самое жесткое склонение на юге минус 175 градусов. Вы только представьте себе, чтобы там правильно сориентироваться по компасу, если предполагаешь, что ты едешь на шаре, нужно сделать корректировку на 180 градусов. То есть, повернуть в противоположную сторону. В частности, поэтому нам и запретили самостоятельно исследовать полюса ниже 60-й параллели южной широты. Поэтому в Арктике не еще одно количество военных радаров. То, что кто-то это отрицает, не доказывает, что Земля шар. Просто доказывает, что он не изучил тему. На дворе 2024-й, а люди все еще верят во вращающийся мяч. Гелиоцентризм никогда не был доказан. Это религия. Конечно, религия не о каком-то олицетворенном боге. Религия определяется как верование, основанное на доктрине, без каких-либо реальных проверяемых доказательств. Требует веры и убеждения. Требует того, что вы не можете непосредственно эмпирически проверить, а именно, идею о том, что Земля — это наклоненный, вращающийся, колеблющийся шар, летящий вокруг Солнца. Идею, опровергнутую, в частности, теми законами физики, которые я здесь привела, законами Бойля, Шарля, Авогадра, Архимеда, точкой Кюри, физикоатмосферы — это просто пара примеров. Я не сдавал целью привести исчерпывающий список. В других моих видео есть также упоминания о законах термодинамики. Ядерное оружие, вирусы, кометы, экономика, катаклизмы, глобальное потепление. Без страха нет контроля. Большинство людей слишком слабы, чтобы думать самостоятельно. Они видят вещи только в контексте одобрения других. Самостоятельное мышление — это забавно. Кто вообще нуждается в собственном мнении? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова